Котлас Она должна выявить проблемы, способствующие росту заболеваемости и дать дополнительные рекомендации Мы сразу можем накидать экспертам несколько фактов Например, уже после открытия школ и роста случаев с ковидом в городе прошли массовые мероприятия Открытие театрального сезона и нового творческого сезона в КДК Наши автобусы по-прежнему ходят переполненными В некоторых школах, несмотря на указания Роспотребнадзора, не удалось развести потоки детей Они, как раньше, перемещаются из класса в класс, ходят вместе в столовую И это не вина директоров, а их головная боль Перед ними поставили взаимоисключающие задачи Минимизировать контакты между классами, но так, чтобы не пострадал учебный процесс и все были вовремя накормлены И главное, мы до последнего не носили маски, а теперь надеваем их часто лишь для проформы Вы пришли поговорить с нами про ковид, про полезность масок Вернее, мы вас пригласили поговорить об этом, но мы с вами сидим без масок Давайте сразу расскажем нашим зрителям Это нормально? Ну, вполне нормально Мы с вами на социальной дистанции, которая позволяет нам находиться без масок После того, как ужесточился указ губернатора и рекомендовано носить маски даже в общественных местах Многие восприняли это негативно и резко негативно Есть даже протесты, мы видим некоторых людей, которые приходят в магазины, прямо демонстративно не одевают маски Скажите, маска это панацея? Называть ее панацеей вообще неправильно, но свою функцию она выполняет Но выполняет она исключительно тогда, когда некие условия, которые носится маска, они выполняются И при этом она используется именно в тех целях, для которых предназначена Вот конкретные совершенно примеры Это рекомендации ВОЗ И то, что это непридуманные вещи Рекомендации ВОЗ следующие Маски должны носить медицинские работники Маски должны носить в общественных местах, включая магазины, рынки, парикмахерские Обязательное ношение масок в тесных, непроветриваемых помещениях И вы можете носить тканевую маску при своем желании То есть это характеристика, которая гарантирует ВОЗ Что такое связано с необходимостью ношения маски? ВОЗ говорит следующее, что передача инфекции производится капельным путем Почему вот эта социальная дистанция, она варьирует от метра до двух метров? Это именно зона распространения капель, которые вылетают при чихании, при кашле, либо при громком пении Почему вот в том числе одна из рекомендаций ВОЗ, это носить маски там, где поют А во всех остальных местах, особенно на улице, ношение масок, оно носит исключительно по желанию Мало того, если вы гуляете на улице, вы дышите свежим воздухом И это правильно Смотрите, очень многие считают и даже доказательно выписывают это в соцсетях особенно, да? Что маски, они больше причиняют вреда, чем пользы С одной стороны, это носит какой-то некий такой информационно-протестный характер С другой стороны, он имеет, конечно, основания Вот я вас почему когда... Имеет основания, почему? Потому что, конечно, на любой маске накапливаются бактерии, там, бактерии, вирусы в том числе Хотя вирус она не задерживает практически Этот процесс как изнутри маски происходит, так и снаружи маски Естественно, что есть ограничения по ношению масок, нельзя ее носить одну и ту же Если это одноразовая маска, то вы сходили в магазин Ну, желательно ее выбросить, ее, так сказать, запечатать и ликвидировать Если вы носите тканевые маски, значит, соответственно, прийти ее постирать, там, обеззаразить Еще каким-то образом Если вы носите одну и ту же маску на протяжении, там, нескольких суток Да, конечно, вы себя подвергаете риску заражения дополнительному Потому что вы берете за эту маску руками Вы кладете ее на какие-то поверхности, которые у вас в доме находятся Потом вы эти поверхности трогаете и так далее То есть есть возможность увеличения Есть, существует риск увеличения заболевания не только там вирусом, да, в том числе Но и какими-то другими инфекциями, которые осели на этой маске Смотрите, сейчас, ну, какая-то часть общества заняла позиции таких ковид-диссидентов, их можно называть, да, которые не признают вообще существование ковид-19 Их аргументы, ну, даже как-то созвучны, бывают, да, что, ну, раньше сколько было вирусов, сколько было инфекций И вроде как не было вот таких настоятельных рекомендаций про маски и социальную дистанцию Про закрытие, дистанционную работу и так далее Почему сейчас-то вот так все остро? Диссидентство такого рода, оно, конечно, может иметь место Но отрицать факт, который имеют мировое уже признание, к сожалению, нельзя На, по-моему, 15 октября мы имеем больше 39 миллионов подтвержденных случаев ковида лабораторных Ну и что? Опасность-то в чем? Ну, вот и сколько грибов разных и все остальное И больше миллиона умерло уже Понимаете, мы преодолели, на сегодняшний день мы преодолели некий психологический барьер При этом те же сердечно-сосудистые заболевания, по данным Всемирной организации здравоохранения Ежегодно уносят 17,5 миллионов жизней Так почему сегодня приоритет медпомощи отдан ковидным больным? Как пояснил главный врач Котловской больницы Дмитрий Богданов Коронавирус чаще, чем сердечные болезни, поставляет медикам экстренных больных Кардиологическая помощь на настоящий момент, она оказывается только в экстренном порядке Плановая медицинская помощь прекращена Есть много пациентов, которые, допустим, в пределах 4 месяцев, 5-6 месяцев Им нужно выполнить некие исследования, допустим, провести ангиографию Это не нужно делать прямо сейчас Это можно сделать в течение ближайших полгода-года Есть некие программы ведения этих пациентов Что вот сейчас надо сделать это, а потом нужно сделать то Это плановая помощь Отделение кардиологическое, оно примерно на 2 трети заполнено вот этими плановыми пациентами И примерно на 1 трети экстренными Нет болезней более предпочтительных или более благородных, или менее благородных Есть человек, который нуждается в экстренной помощи Вот сейчас пациентов, которые нуждаются в экстренной помощи по ковиду Их очень много И нам поэтому приходится вот так вот маневрировать Для того, чтобы всю экстренную помощь, вне зависимости от того, у кого что-то оказать Вы говорили о том, что вакцинация, это, наверное, уже ближе к слову панацея, да? Чем маска Вакцинация, вакцина К ней есть тоже определенная настороженность у большей части общества Ну, потому что откуда ни возьмись, как-то очень быстро Такое ощущение, что она не оттестирована, не проверена Ну, на самом деле, вакцина, которую институт имени Гомолея Вообще, центр, научный центр имени Гомолея И они первые ее зарегистрировали Там, по-моему, 11 августа зарегистрировали Вообще, на самом деле, вакцина хорошая Вакцина хорошая, почему они сделали ее быстро? Сделали они ее быстро, потому что у них были наработки с использованием аденовируса На котором аденовирус, в данном случае, используется как базовый вирус На который подсаживаются соответствующие белковые молекулы Молекулы, противостоящие возможности инфицирования Эти белковые молекулы берутся как раз у коронавируса То есть не сам коронавирус используется, а используется другой вирус И на него подсаживаются эти белки Эта технология у них была разработана давным-давно Мало того, они в 2015 году по этой технологии сделали вакцину против вируса Эбола И ВОЗ потом на основании нашей вакцины, там участвовало больше 20 стран Они сделали вот эту полноценную вакцину против вируса Эбола Ее используют до сих пор Очень хорошо Поэтому сама по себе технология, она у них существовала Вопрос стал в том, что нужно провести исследование на людях Да Было проведено два исследования Значит, первое и второе этапы И вот, конечно, они являются ограниченными И сейчас институт проводит третье исследование Уже полноценное, так называемое, третьей стадии Когда обследуется больше 40 тысяч добровольцев Проходит он с октября по ноябрь И вот уже после этого, как бы, она становится Если ее первоначально зарегистрировали, так называемые, по быстрой регистрации То после того, как будет проведено третье исследование Уже будет нормальная регистрация данного препарата Но вот хочу сказать, что еще одно доказательство того, что это хороший препарат На самом деле качественный Это в институт поступило больше миллиарда То есть заявок на миллиард доз от всевозможных стран Хочу отметить, что вакцинация идет с возраста с 18 до 60 лет А, то есть дети не попадают? Дети не попадают, почему? Потому что исследование на детях не проводилось Как-то ожидалось, что дети в первую очередь Ведь кто в зоне риска? Врачи, педагоги, дети Как правило, от гриппа, от всяких других болезней прививают Вот поэтому упреки в сторону конкретно вот этой вакцины Они не очень корректны Потому что то, что они сделали То, что они сделали и исследовали Они то и рекомендуют Мало того, они публиковали свои статьи в международных журналах В том числе в журнале Lancet Это международный журнал очень высокой категории Они там не публикуют, что попало И они там объявили о том, что у 100% вакцинированных У 100% сформировался отличный иммунитет Мало того, этот иммунитет лучше и выше по показателю иммуноглобулинов Чем у лиц переболевших Нет, хорошо, а что дальше с детьми и со школами? Ну, у нас сейчас еще две вакцины Которую, значит, зарегистрировал НПО «Вектор» И еще одна вакцина готовится тоже к оценке там Ну, президент об этом заявил Потому что вторая вакцина тоже получила патент Вот там, насколько я знаю Они как бы планируют и детей прививать То есть это все вопрос времени? Это вопрос времени, да Хорошо, сейчас возвращаясь к тому, с чего начали С масок То, что больше всего вызывает раздражение и вопросов Что делать в школах? Должны ли педагоги носить маски? Должны ли дети на уроках сидеть в масках? Нужно ли детей выводить на дистанционку лучше? Чтобы не создавать вот эти очаги распространения? Вот, на ваш взгляд? Ну, вот вопрос, конечно... Не к вам, к Роспотребнадзору Я понимаю, Роспотребнадзор не идет сюда к нам Давайте попробуем смоделировать с вами Ну, у них есть правила, которые они рекомендации Как они это называют? Рекомендации, как проводить все эти мероприятия Они есть рекомендации совместно с Министерством образования По этим рекомендациям, да Можно проводить в одном классе Проводить обеззараживание, проветривание и так далее Но если мы говорим о ситуации Когда мы не можем контролировать процесс развития И расширения этой инфекции вирусом Наверное, надо принимать иные меры Наверное, надо... Вот то, что было принято, кстати, в марте месяце Когда, помните, нас ведь практически... Выходишь на улицу, и людей нет Ни людей, ни машин не было И все дети были дома Этот процесс, на самом деле, он, конечно, какой-то затрагивает И какую-то политическую сферу, и социальную сферу И бытовую тоже, в том числе Но с точки зрения прерывания процесса развития вирусной инфекции Коронавируса, он очень здорово работает Потому что прерывается цепочка Цепочка передач А на сегодняшний день мы имеем организованные коллективы В которых эта цепочка, она постоянно работает Потому что дети, поучившись в школе Они возвращаются домой Люди приходят там с рабочих мест Взрослые, либо бабушки, значит Они там общаются между собой У них происходит передача внутри Внутрисемейная передача вирусного вируса После этого они возвращаются снова в школу Здесь опять вступают в силу аргументы ковид-диссидентов О том, что, ну, даже пусть не диссиденты Те, кто негативно относится ко всем мерам, которые применяются Что, а смысл? Все равно все переболеем Может быть, чем быстрее, тем лучше А раз дети болеют бессимптомно и, как правило, не больно По сравнению со взрослыми, так и ладно И пусть ходят в школу Опять же, возвращаясь к рекомендации ВОЗ Которые говорят, они говорят следующее Что в семье, в семье вы можете не носить маски Но, если у вас имеются люди с подозрением на инфекционные заболевания Может, это комит, может, это просто вирусное какое-то Может, это грипп, ворзе какое-то Наденьте маску, предохранитесь Постирайте дополнительную одежду Проветрите, проведите дезинфекцию вашего помещения И эти меры, они очень простые Почему на сегодняшний день мы говорим очень много о простых мерах? Потому что мы не знаем, что нас ждет Вот реально не знаем Потому что мы не знаем, как будет ковид развиваться дальше Какой у него будет иммунитет Есть случаи, когда переболевшие люди снова заболевают То есть иммунитет, он стойкий, нестойкий Напряженный этот иммунитет То есть, ну вот на сегодняшний день очень много вопросов Никто не знает Поэтому все рекомендации, они сводятся к минимизированию риска В первую очередь И когда люди говорят, да мне все равно Ну, наверное, ему как человеку, наверное, все равно Но, значит, он не заботится больше ни о ком А это плохо Подытожим Ковид гуляет по котласу и поражает все больше людей До тех пор, пока минимум у 70% жителей не сформируется иммунитет После болезни или после вакцинации Вирус не успокоится Вакцина поступать начинает, но пока микродозами Заболеваемость растет Сегодня в больнице 350 средних и тяжелых больных Еще 650 лечатся амбулаторно А это означает, что еще как минимум 1000 человек болеют бессимптомно А значит, они не изолированы и спокойно заражают остальных В автобусах, тренажерных залах, магазинах, на работе Правда, если не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию И это все на фоне того, что городской оперштаб ситуацию давно не контролирует Если бы меры принимались в начале сентября, на мой взгляд То ситуация сейчас была бы другая Кроме того, спектр, ведь мер очень широк У нас введен масочный режим Он введен 3 октября Это хорошо, но этого недостаточно Это немножко уже запоздало У нас, помимо того, более 80 трудовых коллективов в Котласе Имеют очагист внутри вспышки ковида По ним есть какое-то решение? Кто-то там переведен на удаленку? Внутри масочный режим кто-то контролирует? Кто-то вообще с этим разбирается? У нас с транспортом решена проблема? Может быть, я не знаю, как это можно решить Может там на месяц продатировать Соответствующим коммерческим структурам увеличение количества рейсов Чтобы немножко их разрядить И чтобы там пассажиры не друг на друге там были Это решено? Нет Если в учреждениях образовательных клеят очаг Не просто вот была ситуация, она завершилась И школа дальше работала, вот наклеили Это как-то решено Выход для тех, кто еще не заболел Позаботимся о себе сами Носим маски в местах скопления людей И держим социальную дистанцию Не перегружаем организм сверхнагрузками Не переохлаждаемся Снимаем стресс всеми известными способами И продолжаем жить Светлана Дайнека, Елена Кермич, Юнона Вольф, Кот Ньюс